Приветствуем вас на канале Лид Клуб. Читаем краткое содержание повести Николая Гоголя «Шинель» с сайта Брифли. Читает любовь. История, произошедшая с Акакием Айкакиевичем Башмачкиным, начинается с рассказа о его рождении и причудливом его именовании и переходит к повествованию о службе его в должности титулярного советника. Многие молодые чиновники, подсмеиваясь, чинят ему докуки, осыпает бумажками, толкает под руку, и лишь когда вовсе не в моготу, он говорит «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» Акаки Айкакиевич, чья служба состоит в переписывании бумаг, исполняет ее с любовью и даже придя из присутствия и наскоро похлебав щей своих, вынимает баночку с чернилами и переписывает бумаги, принесенные на дом. А если таковых нет, то нарочно снимает для себя копию из какого-нибудь документа с замысловатым адресом. Развлечений, услады приятельства для него не существует. Написавшись в сласть, он ложился спать, с улыбкой предвкушая завтрашнее переписывание. Однако таковую размеренность жизни нарушает непредвиденное происшествие. Однажды утром, после многократных внушений, сделанных петербургским морозом, Акаки Акакиевич, изучив свою шинель, замечает, что на плечах и на спине она совершенно сквозит. Он решает нести ее к портному Петровичу, чьи повадки и биография, вкратце, но не без детальности, изложена. Петрович осматривает капот и заявляет, что поправить ничего нельзя, а придется делать новую шинель. Потрясенная и названную Петровичем ценою, Акаки Акакиевич решает, что выбрал неудачное время и приходит, когда по расчетам Петрович похмелеон, а потому и более сговорчив. Но Петрович стоит на своем. Увидев, что без новой шинели не обойтись, Акаки Акакиевич приискивает, как достать те 80 рублей, за которые, по его мнению, Петрович возьмется за дело. Он решается уменьшить обыкновенные издержки. Не пить чаю по вечерам, не зажигать свечи, ступать на цыпочках, дабы не иссерить преждевременно подметок, реже отдавать прачке белье, а чтобы не изнашивалось, дома оставаться в одном халате. Жизнь его меняется совершенно. Мечта о шинели сопутствует ему, как приятная подруга жизни. Каждый месяц он наведывается к Петровичу поговорить о шинели. Ожидаемое награждение к празднику оказывается большим на 20 рублей, и однажды Акаки Акакиевич с Петровичем отправляется в лавки. И сукно, и калинкор на подкладку, и кошка на воротник, и работы Петровича все оказывается выше всяких похвал, и в виду начавшихся морозов Акаки Акакиевич однажды отправляется в департамент в новой шинели. Событие сию не остается незамеченным. Всех валит шинель и требует от Акаки Акакиевича по такому случаю задать вечер. И только вмешательство некоего чиновника, позвавшего всех на чай, спасает смущенного Акаки Акакиевича. После дня бывшего для него точно большой торжественный праздник, Акаки Акакиевич возвращается домой, весело обедает, и по сибористово в бездел направляется к чиновнику в дальнюю часть города. Снова всех валит его шинель, но вскоре обращается к висту, ужину, шампанскому. Принужденный к тому же Акаки Акакиевич чувствует необычное веселье, но, пометуя о позднем часе, потихоньку уходит домой. Поначалу возбужденный даже устремляется за какой-то дамой, но потянувшиеся вскоре пустынные улицы внушают ему невольный страх. Посреди огромной пустынной площади его останавливают какие-то люди с усами и снимают с него шинель. Начинается злоключение Акаки Акакевича. Он не находит помощи у частного пристава. В присутствии, куда приходит он спустя день в старом капоте своем, его жалеют и думают даже сделать складчину, но, собрав сущую безделицу, дают совет отправиться к значительному лицу, кое может поспособствовать более успешному поиску шинели. Далее описываются приемы и обычаи значительного лица, ставшего значительным лишь недавно, а потому озабоченным как бы придать себе больше значительности. «Строгость, строгость и строгость», – говоривал он обыкновенно. Желая поразить своего приятеля, с коим не виделся много лет, он жестоко распекает Акаки Акакиевича, который, по его мнению, обратился к нему не по форме. Нечуя ног, добирается тот до дома и сваливается с сильной горячкой. Несколько дней без памятства и бреда, и Акаки Акакиевич умирает, о чем лишь на четвертый день после похорон узнают в департаменте. Вскоре становится известно, что по ночам возле Калинки на моста оказывается мертвец, сдирающий со всех, не разбирая чины и звания, шинели. Кто-то узнает мимо Акаки Акакиевича. Предпринимаемые полицией усилия для поимки мертвеца пропадают в туне. В то время одно значительное лицо, кое ему не чуждо сострадание, узнав, что Башмачкин скоропостижно умер, остается страшно этим потрясен. И чтобы сколько-нибудь развлечься, отправляются на приятельскую вечеринку, откуда едет не домой, а к знакомой даме, к Каролине Ивановне. И среди страшной непогоды вдруг чувствует, что кто-то ухватил его за воротник. В ужасе он узнает Акаки Акакиевича, коей торжествующе стаскивает с него шинель. Бледный и перепуганный, значительное лицо возвращается домой и впредь уже не распекается строгостью своих подчиненных. Появление же чиновника мертвеца с тех пор совершенно прекращается, а встретившееся несколько позже коломенскому будочнику привидения было уже значительно выше ростом и носило преогромные усы.